МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леонид Чуриков, приглашаем в студию эксперта по информационной безопасности, ведущий аналитик SearchInform. Здравствуйте. И Алексей Лобриев, руководитель Ассоциации профсоюзов полиции и руководитель Международного центра по кибербезопасности. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, с такого относительно нового веяния. Звонки по видеосвязи. Казалось бы, мошенник должен прятать лицо. Почему идут на такой риск? Как это работает? Это дает мошеннику новые возможности коммуникационные. То есть видеосвязь дополнительно расслабляет абонента и позволяет мошеннику собрать гораздо больше информации, чем просто голосом. То есть он собирает ваши изображения, фото, видео, движения, которые впоследствии можно использовать. Во-первых, для идентификации вас в разных системах, для монтажа различных шантажирующих роликов и так далее. Кроме того, в формате видеобеседы человеку гораздо проще выдать неосознанно какую-то информацию. То есть если по телефону ему говорят, вы должны посмотреть на телефон, отправить мне какое-то смс-сообщение, он понимает, что это целое действие. Что-то открыть, что-то куда-то отправить. В формате живого общения он может показать экран, может просто голосом что-то сказать. Ему кажется, что он никаких действий не совершает. То есть ничего на руку злоумышленнику он не делает. Может карту покрутить у экрана. Карту покрутить, да, с обратной стороны. Или просто сам на нее посмотрит, а злоумышленник увидит. Поэтому они намеренно идут на этот риск, демонстрируя самих себя и картинку в виде банковского офиса. Но зная, что это в виде овчинки, в виде этой ценной информации окупится. А вот, Алексей Юрьевич, нет ли в данном случае как раз козыря в борьбе с мошенниками? Ну, условно, они же тоже показывают свое лицо. Можно я сначала вам скажу огромное спасибо? Потому что вот такие передачи, они очень помогают нашим гражданам. И мы сотрудники правоохранительных органов, ветераны. Мы стараемся любой какой-нибудь формат, чтобы объявить гражданам, что будьте осторожны. Поэтому приходят и говорят, а я видела в передаче, я предупреждена. И меня не поймали на эту удочку. Поэтому первое, это вам огромное спасибо. А второе, я безусловно поддерживаю коллегу, что да, сегодня мошенники разные используют способы, средства и методики для того, чтобы обмануть, для того, чтобы усилить свое влияние. Потому что телефонный мошенник, мы сегодня многие знаем, и вроде бы просто кто-то незнакомый тебе звонит, и ты подозреваешь, то ли голос тебе не понравился, то ли пропикало не так, то ли кто-то сказал, потому что сегодня мошенники, они изучают нас. И если мы не верим, они хитро спрашивают, а почему не поверили? А потому что вот там вы не сказали, что наш голос там или будет записываться. А, да, понял. А щелчка не услышал. Они потом и щелкают это, и находят человека, который говорит без акцента. Поэтому они совершенствуются, и им все сложнее. И мы им в этом помогаем. А мы им подсказываем еще, да, мы корректируем их. Поэтому новое сегодня появилось, да, оно совершенное деятельность. Это где видео, где ты вроде бы человеку доверяешь. Не телефонному смотришь на место в своей квартире, на улице, или с кем ты общаешься, а уже видеокартинку. И если человек, там, женщина, там, красиво одетый, или мужчина в галстуке, ты визуально ему больше доверяешь. Висит лейбл какого-нибудь там банка, и там сзади картинка интересная двигается. Поэтому, да, мы верим, и он вроде бы, ну, человек не должен прятаться. Мошенники-то ведь прячутся, ты его не узнаешь. А здесь он официально говорит и не боится. Да, давайте послушаем реальные истории. Мы спросили у жителей разных городов, Симферополь, Бийск, Кунгур, рассказывали, обманывали ли их мошенники. Давайте посмотрим и продолжим беседу. Во-первых, звонят регулярно, представляются сотрудниками банка, либо сотрудниками полиции. Они максимально убедительные, что очень сильно смущает. Максимально владеют законами, говорят уверенно, четко, без запинания. И, конечно, это располагает, потому что поначалу прям в напряжении. Я один раз даже чуть не сдала все данные, пока муж не подошел, не отнял телефон. Мы пытались сказать, что у меня какое-то уголовное дело из-за махинации с документами, либо укатили данные из банка. Я пришла их представиться полностью, говорила, что я записываю разговор. Вот, у меня там родственники какие-то есть, структура. Я ей передаю информацию, а потом с ними сижусь. Ну, как бы, там разговор прекращался. Они позвонили, ой, вы знаете, сынок, вот там-то, там-то в Владивостоке что-то случилось. Он заставляет больнице лежит. Мама, вышли деньги. Я ему звоню, говорю, сынок, ты мне скажи, что случилось. Мама, все нормально, мам, я работаю. В начале этого года неудачно был звонок и определился как госуслугами. В плане этого, когда я включила трубку, там приятный мужской голос, начал со мной общаться. Он сказал, что какое-то предложение от меня поступило, что якобы я дала заявку на удаление кабинета. Я сразу, сначала удивилась. В итоге он мне какой-то код отправил. Я ему этот код сказала. И потом, когда он только произнес фразу, есть ли у меня справка НДФЛ, как говорится, у меня мозги включились, я сразу отключилась. Звонили. Удалось им меня на какое-то время убедить, что это все правда, от лица Сбербанка. Что предлагали? Как что? Разоблачить персонал, который якобы в среде Сбербанка есть нечестный. Так что поучаствовать в шпионских разборках. То есть выпадите то-да, сделайте то. Туда учтите это, скажите, говорите не то. А в сути потом, что снимите деньги, положите туда. Вот и все. У меня в телефоне стоит определитель номера. Я смотрю и просто не беру трубку. Пишет, что спам, пишет в ошейнике. И есть телефонный звонок. Давайте послушаем Оксану из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Вы знаете, я вот попалась на удочку, на такую. Я так поняла сейчас, что это вот, ну, спасибо вашей программе, что вот это вот и я столкнулась именно с кибермошенничеством. Так. В общем, смотрите, перейдя, ну, по ссылке, по нашей рекламе, по российскому, ну, в мобильных телефонах, я, в общем, перешла по ссылке одного банка, типа, инвестировать деньги. Угу. Вот. У меня две карты, какие-то, такая-то, такая-то, есть ли кредиты на вас. В общем, полностью информация. Затем. Он говорит, хорошо, хорошо. Ну, в общем, я говорю, а как это работает, какие-то есть риски. Вот. Он говорит мне, самый большой риск, это вы останетесь при своих денегах. То есть вы ничего не потеряете. Самое плохое, что случится с вами, это вы потеряете свою денежку. Ну, я говорю, ну, все, вроде как бы, что от меня нужно? Он говорит, нужно скачать, могу я называть какие-то программы? Это не российские, по-моему, я первый раз об этом слышала. Приложение для инвестиций? Да, вот, то, что я скачивала от их, ну, по их... Оксана, у вас спросили какие-то персональные данные, вашей карты, какую-то такую информацию, запрашивали? Они спросили, какими картами пользуюсь я. Потом, в общем, когда в итоге я скачала там приложение, скайп, кстати, мне сказали обязательно, нужно скайп, чтобы мы общались, видеозвонки были. Так, чтобы направляли вас, да? Да, да. Обучали? Да, обучали, да. Конечно. Ко мне прикрепят, да, ко мне прикрепят. Оксана, если можно, финал, да, в итоге-то... Финал, смотрите, да, конечно, я сейчас быстро. Это минимальная сумма, нужно 9 тысяч рублей вложить. Вы сейчас поезжайте, я говорю, ну, я деньги... Ну, в общем, я пополнила, как мне сказали, на какую карту. Это была сеть TRON, называлась английскими буквами, большие крупные буквы, большие заглавные буквы, просто 4 буквы TRON. Именно в эту сеть мне нужно перевести деньги, иначе ваши деньги не дойдут до адресата. В общем, я перевела 9 тысяч рублей, тут же они пересчитываются на доллары, и падает мне на мой счет в приложении Greenfin Pro. То есть я вижу, что там, да, там биржа, они говорят, а я говорю, а почему в долларах? Они говорят, это международная биржа. А я говорю, а Тинькофф, ну, я же вроде... Ой, простите. Оксан, деньги-то в итоге что сейчас? Они у вас где-то на каком-то мифическом счету потеряли, не потеряли, что? В общем, когда я ввязалась, они мне сказали, что вы в любой момент можете вывести свои деньги. Я говорю, я хочу просто попробовать. Они сказали, вы в любой момент, как только захотите, выведите свои деньги. И когда я решила вывести эти деньги, они мне говорят так, чтобы вывести деньги ваши, нужно, чтобы у вас на счету было не менее 500 долларов. Вам нужно пополнить. Понятно, да, понятно. Понятно. Еще пополните, пожалуйста, да, и тогда какую-то часть мы вам позволим снять. Спасибо вам за ваш эпизод, достаточно подробный, но вот схема, я так понимаю, тоже популярная. Не просто схема, а вы видели, как человек в процессе общения может выдать информацию, которую не собирался рассказывать. Вот наглядное подтверждение этому. И надо сказать, что в мессенджерах-то на самом деле мошенники начали общаться давно. У нас всплеск очередной был в августе прошлого года, когда банки тоже объявляли. Сейчас они добавили дополнительный функционал. Вот это самое видеообщение. То есть поняли, что это добавляет комфорта в плане раскрытия души и персональных данных человека. Схема с инвесторами очень распространенная, и сейчас она будет набирать обороты, потому что люди постепенно выбирают, куда им вкладываться. И если раньше предлагали вкладываться в лже нефтяные компании, газовые и так далее, когда у нас росли котировки, то сейчас будут предлагать и пенсионерам, и тем людям, у которых какие-то сбережения есть, вот такого рода формат. Всем остальным они сейчас, как правило, рекомендуют брать кредиты в банки, и эти кредитные деньги забирают. Это особенно влияет на людей, у которых кредиты уже есть, которые волнуются о том, что вот так бы не пострадал мой нынешний кредит, и им говорят, что возьмите еще один, тогда мы сохраним вот этот, и у вас будет еще какой-то. Поменялись ли фигуранты? Кто сейчас? Мы понимаем, где сидят эти люди в так называемых колл-центрах? Еще большие деньги нужны, чтобы организовать хотя бы видимость офиса? Кто инвестирует в мошенничество? Слушайте, масштабы киберпреступного бизнеса таковы, что если скромный сайт по продаже лжей пиццы зарабатывает в день миллион рублей, просто на продаже лжей пиццы, не существующей за 700 рублей, упаковка. С похожим названием, да, разницей в букву. Да, то вы понимаете, какие обороты вот у этих структур, это миллиардные в долларах обороты, которым, честно говоря, позавидовала даже Сбербанк, когда, значит, их руководство оценивало доходы колл-центров киберпреступных, чувствовалась в этом даже какая-то, значит, такая бизнесовая ревность, то есть ничего себе, значит, доходный бизнес. Вот, поэтому говорить о том, что это слишком большие инвестиции и так далее, я бы не стал. Тем более, что инвестиции вот именно колл-центры, которые оперируют через мессенджеры, они не такие большие. Они ушли от классического телефонного мошенничества, которое требовало вложений в сим-карты и в оборудование, и перешли к классическим компьютерам, к классическим вот этим мессенджерам. Это, возможно, даже удешевило. Ну и понятно, что юрисдикция там другая. Если человек демонстрирует лицо, это риск. Сейчас по лицу, в принципе, вычислить, конечно, персонажа довольно легко. Они пока еще к дипфейкам не стали прибегать. То есть, когда с вами говорит какой-то известный персонаж, то есть, ну, сидит... Но вы их сейчас научите. Ну, даже не мы научим. Просто, когда эта технология станет настолько дешевой, что станет мейнстримом, то мы увидим по видеосвязи уже не просто Ивана Ивановича, неизвестного. Мы будем видеть там реальных сотрудников. Спулярного телеактера, который также рекламирует банк, возможно, тоже, да? Ну, возможно, актера, возможно, реального сотрудника банка или известного там правоохранителя. К этому надо готовиться. Поменялась юрисдикция, вы говорите, так откуда корни этого кибермошенничества сейчас? Ну, я так понимаю, что это ближайшие к нам страны, недружественные. В основном, видимо, оттуда, потому что нужна, значит, лексика и словарный запас, который годится для общения с российскими клиентами. Понятно, что человек из Африки или из какой-то там англоговорящей страны вряд ли сможет втереться к вам в доверие, как сотрудник российского какого-нибудь кредитного учреждения. То есть для этого нужны соответствующие кадры, которые территориально при этом расположены где-то вне территории нашей страны. Поэтому несложно догадаться, где это. То есть таких стран не так много, мы примерно понимаем, какие. Так, несложно догадаться, где это, а сложно ли поймать и к ответственности привлечь таких лиц? Да, сложно поймать, сложно задокументировать. Но раньше мы говорили, что в пенсионных учреждениях, в тюрьмах, колониях. Нет, я как член общественной наблюдательной комиссии, член общественного совета в СИН России выезжал и смотрел по колониям, тюрьмам. Нет, сейчас они, безусловно, этим не занимаются. Хотя были грешки, когда следственных изоляторов с помощью мобильных телефонов они могли обманывать. Но первая одна из схем, которая только что прозвучала у слушательницы, это ваш сын попал в какую-то криминальную историю, прошу помочь. Кстати, наши коллеги из Японии сейчас эту эстафетную палочку на себя приняли, говорит, о, мы теперь тоже услышали, как и у нас, мошенники нас обманывают. То есть непосредственно разные методики, они по разным странам начинают уже обмениваться опытом, поэтому эмигрируют. Мы изучаем, мы смотрим, стараемся профилактировать, особенно вот с таких передач, мы посещаем и школы, чтобы объяснить. У нас даже есть свои киберспециалисты, айтишники, которые своим папам, мамам, бабушкам рассказывают. Бабушка, ну-ка давай, вот если тебе будут звонить и скажут, я сотрудник полиции, ты поверишь? Она говорит, ну да, нет, бабушка, нет, полицейские не звонят. А если позвонят и скажут, мы из комитета там какого-нибудь, там ФСБ, она, ну да, и скажут, поймать надо преступника, поверишь? То есть они предупреждают, мы стараемся все это сделать. Но поймать на самом деле очень сложно. Сотрудники полиции ловят, конечно, вот такие и раскрывают центры. Там обычно по 30-40 человек находят вещественные доказательства, инструкции, как звонить, как уговаривать, что надо говорить. Поэтому находятся они на удаленном, как правило, доступе. И нам сейчас очень сложно порой сделать запросы или заблокировать карты, потому что, ну первое, даже у нас, ладно, про зарубежные там сложно дать задания. А у нас там сотрудник, когда полиция дает какие-то заявки или просит что-то предоставить по закону 30 дней. Вы понимаете, это хорошо, сотрудник еще приедет в банк, отдаст. А потом, а если банк ответит и по почте пошлет этот ответ через 30 дней, все это нарушается. Поэтому нам нужно больше отрабатывать. И хотя сегодня вроде бы служба МВД договорились с крупными банками, СБЕР, ВТБ и так далее, оперативно дают информацию. Но сегодня должна быть другая система. Очень оперативно мы должны получать данные, блокировать, распознавать, создавать свои методики, которые быстро могли бы поймать мошенника, задокументировать, к ответственности его привлечь. Сложно, но над этим полиция работает, и мы, общественное объединение, не только, но и фонды, и организации по борьбе с кибермошенничеством, мы стараемся как-то подсказать, понять. Сегодня мы работаем на них, на наняли людей, айтишников, помогают нам программы делать, которые могли бы, я не могу их расшифровывать здесь, но мы готовим свои, так скажем, сюрпризы для мошенников, которые смогли бы предостеречь, спрофилактировать и быстро найти таких преступников. Мы еще раз напомним здесь и сейчас, что, естественно, вам не будут звонить из банка, не будут звонить из полиции, не будут звонить из налоговой без необходимости. Это мы обычно, когда нам что-то нужно, пытаемся до них дозвониться. Если вам звонят, просят, тем более, какую-то персональную информацию, очевидно, что это мошенники, не вступайте в диалог, трудно будет отбиться, потому что вот что пишут наши телезрители. Москва звонила и так прессовали, еле отбилась, сказала, что работаю в МВД и сейчас подъеду с, цитата, операми. Ленинградская схема, новая схема от мошенников, но уже, правда, не новая. Приходит СМС, что случайно перевели деньги на мой номер телефона и просит вернуть, перевести на номер. Пермский край. Месяц назад мне звонили следователи из Москвы, сказали, что на меня по доверенности оформляется кредит. Понятно, что звонили мошенники. Ленинградская область предостережения, люди, не гонитесь за халявой, сами виноваты. Мариэлла, Юшкар-Алаб, звонят постоянно, меняю номера, не беру, блокирую, почему не могут это пресечь? Вроде бы техника у нас совершенная, даже вот уже появилась часто информация, что нежелательный номер вам звонит и так далее. Но все-таки, как же с этим бороться? Ну вот, с этим борются. Например, эффективность борьбы с телефонным мошенничеством показана тем, что его стало меньше, и преступники взялись за мессенджеры. За мессенджеры тоже, значит, и законодатели, и правоохранители взялись. У нас не так давно Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для частных лиц до, по-моему, 50-70 тысяч рублей, для организации до 700 тысяч рублей. За передачу через мессенджеры персональных данных и финансовых данных госслужащим, банкам запрещено это. То есть законодатели пытаются, но люди, когда читают вот такую информацию, им кажется, что, ну, наконец-то, эту ответственность мы взвалили на кого-нибудь там. Есть ведь и программы контроля тех же самых мессенджеров, которые российские разработчики делают. Все мессенджеры, иностранные или наши, отечественные, можно контролировать на предмет пересылки любых данных. Но люди, когда читают об этом, не готовы защищаться. Почему? Потому что преступники рассчитывают на то, что человек сам обманываться рад. Они выстраивают такие схемы, когда ты идешь вот как женщина, которая позвонившая. Она же сама обратилась к мошенникам, и уточнив, а вы действительно тот самый банк? Собственно, мошенник вряд ли будет ей отказывать в этом, значит. Он сказал, конечно. Вот она добровольно начала обговаривать условия инвестирования. Вот они на что ориентируются. То есть они ориентируются на наши желания. Наши желания подогреваются бизнесом. То есть бизнес тоже выстраивает каналы коммуникации. Игорь Юрьевич, а может быть в данном случае нужно подумать, насколько далеко идет прогресс, и нельзя ли его как-то местами искусственно притормаживать условно? Вот сейчас же сами банки часто говорят нам, общайтесь с нами в мессенджерах, вам так удобнее. Не звоните в банк. Вот в одном из банков, в котором у меня есть карты, есть определенный консьержсервис, я могу там связаться. И мне говорят, вы знаете, вот лучше в мессенджере это уточните. Зачем это навязывается, если все больше мошенников там сейчас сидят? Потому что мир идет в сторону упрощения и коммуникаций, и упрощения, собственно, запуска этих коммуникаций. Мессенджер и функционал мессенджера не требует от банка создания мобильного приложения. Его же надо заказать, разработать, апгрейдить под разные браузеры и так далее. За вас эту работу сделал разработчик мессенджера. Вы, пользуясь функционалом этого мессенджера, запускаете свои услуги. По продаже там, чего вы хотите. Товаров, кредитов, финансовых сервисов и так далее. То есть бизнес легальный идет вот по этому пути, рекламируя эти каналы. Мошенники туда же идут, собственно, запуская свои вот эти вот фальшивые. Ну хорошо, да, они оптимизируют расходы, условно, в том же Телеграм или где-то еще предлагают банки пообщаться. Как правило, сидит бот, да, если не может справиться, уже перенаправляет на сотрудника. В принципе, робот решает какие-то наши мелкие задачи. Но, возможно, на законодательном уровне стоит как раз вот такие каналы общения пресекать. Друзья, пока мы не найдем способ, как справиться с мошенниками, вот эти каналы развивать нежелательно финансовым организациям. Общайтесь в колл-центре, где можно хотя бы там как-то... Для этого нужно, чтобы компания, которая предоставляет такие сервисы, прислушивалась к вашим пожеланиям. Соответственно, чтобы она читала наше законодательство и как-то его выполняла. Пусть даже отстаивая свои интересы, как это делает национальный бизнес, да. Мы, поэтому, собственно, и идет эта борьба с недружественными разработками, программами, провайдерами и так далее. Потому что они намерены или просто игнорируют наши вот эти просьбы. Поэтому, собственно, работа эта будет вестись и будет переходить в все более и более национализированные сервисы. Но пока у них проблема какая? То есть они не популярны. То есть люди сидят там, где у них все контакты. Соответственно, поэтому воздействовать на вот эти сервисы нам сложно. Там, значит, руководство не подчиняется нашему законодательству, не прислушивается к нашим каким-то пожеланиям. И, соответственно, допускает нарушения. Поэтому законодатели пытаются это регулировать, но люди-то, они, собственно, смотрят те картинки, которые им нравятся, и пользуются теми сервисами, которые им привычны, приятнее, и где все их контакты. Вот поэтому, пока наши сервисы законопослушные не наберут вот этот достаточный уровень популярности, законодательно регулировать это будет довольно сложно. Понятно. Что касается оперативной работы, в мессенджерах сидят мошенники, а сидят ли там следователи, которые выявляют какие-то подозрительные номера, подозрительную активность и так далее? Конечно, это мониторится, все смотрится, анализируется. Но я хочу немножко здесь не напугать, но предупредить. Безусловно, это будет с каждым разом увеличиваться. Нам надо готовиться. Скажу такой факт, что вот, например, открытые преступления сегодня, они уменьшаются в общественных местах, там, на 4,9%. Кражи, грабежи, разбои, там, на 17%. Вот буквально за 5 месяцев уменьшилось. Там кражи на 22%. Все это уменьшается. Открытые преступления. А вот закрытые, вот там, во всемирной паутине, вот в этом интернете, все туда рванули, там легче спрятаться, затеряться, чувствуют безнаказанность. Мне приходится с ними даже вот в следственных изоляторах беседовать, там, не по уголовным делам, но вот они выходят, и когда сроки получают, беседуешь, чувствую, они готовятся. Они готовятся. Некоторые говорят, что, ой, меня вот попутал, и я вот виновен. А некоторые говорят, а мы, я по-другому сейчас сделаю. Вы понимаете? Поэтому на сегодня мы как-то бьем по хвостам. А там вперед зайти, посмотреть, знаете, как охотник, который ждет своего вот этого преступления. Мы вот там должны быть, предупреждать, смотреть. Я бы сказал, сегодня не хватает нам делать пилотных вариантов. Мы вот наш центр международной подготовки, да, у нас в Москве три пилотных варианта, в регионах восемь, а вот сегодня полиции тоже надо. И подумать, вот закон не просто так на всю страну, а попробовать в каком-то регионе там, я не знаю, то ли Крым, то ли еще, потом опробировать и уже в законном порядке посмотреть. Потому что вот мне как международному даже комиссару приходится выезжать в разные страны, беседовать с коллегами, везде по-разному. Я даже с преступниками, у вас там с особо опасными, в каких странах был там, в тюрьмах. Вот немножко по-другому. Нам надо на опережение работать. Это главное. И посмотреть, куда он может выходить. Я согласен с коллегой. А 30 секунд немножко по-другому. Это как что-то? Вы знаете, мы должны создавать центры, которые бы изучали, куда вот двигается сегодня преступник. Новые машины, новые там, например, кражи автомашин. Посмотрите, ведь сегодня и страховые компании обманывали, и кражи. А сегодня, например, на 7% автомобилей уменьшилось. Почему? Их легко найти. Сразу видео работает, моментально мы находим. Кинокамеры работают. И хоть мало их сегодня распознаваний. Их бы побольше. Предугадывать намеряется. Конечно. Смотрите, он сейчас пообязательно рванет туда. И уже там продумать, чтобы сотрудники полиции, программы какие-то, айти специалистов позвать и сказать, смотрите, могут туда. Что нам продумать, сделать? Не там после случилось, ну давайте догонять и искать. Нет. Сегодня мы должны быть впереди и уже ловить их, и быть готовым к этим правонарушениям. И гражданам подсказывать. Товарищи, будьте готовы. Вот получаешь карту, а вот с обратной стороны, давай-ка мы тебе напишем. Будь внимательна. И уже что-то писать. Понятно. Спасибо. А здесь распишитесь. Спасибо. Алексей Лобарев, руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, руководитель Международного центра по кибербезопасности. Леонид Чуриков, эксперт по информационной безопасности, ведущий аналитик SearchInform. Берегите себя, не давайте обмануть мошенникам. Это была программа отражения, дневной выпуск. Вечером встречайте коллегу Виталия Млечина.